Буквально только что президент Республики Татарстан завершилось онлайн-совещание с операторами связи. Вы знаете, что накануне Рустам Нургалевич проводил некое такое совещание онлайн, посещал в онлайн-формате уроки и школьников, и средних образовательных учреждений, и вузов, где у него была возможность напрямую поговорить с теми, кто пользуется новой системой онлайн-образования. Это были ученики, студенты, преподаватели, учителя, где они поделились тем, с какими трудностями и проблемами на сегодняшний день сталкиваются в процессе получения образования в формате онлайн. И президенту было принято решение, что сегодня он еще проведет совещание с операторами связи, на которых ложится основная нагрузка в части обеспечения, то есть бесперебойной связи, для того, чтобы обеспечить нам онлайн-образование. По докладу, который профильный министр озвучил президенту, фигурируются следующие данные. На этой неделе загрузка на операторов связи возросла на 30%. Мы берем только эту неделю, не беря во внимание, что еще и предыдущие периоды постепенно нагрузка нарастала. Сегодняшний день 9 операторов связи предоставляют интернет, около 1 миллиона абонентов домашнего интернета. 1 апреля на базе Минцифры был создан оперативный штаб, созданы мобильные ремонтные бригады, круглосуточный контроль, горячие линии, которые принимают звонки, связанные в случае, если возникает где-то перебой со связью. Фиксируется, что с 30 марта по 7 апреля рост количества обращений, в частности, на низкую скорость проводного интернета. Это учителя обращаются больше всего, когда они организуют свои онлайн-уроки. Было рекомендовано для того, чтобы распределить нагрузку, два фактора. Это обучение в две смены организовать и выбрать несколько различных платформ для получения образования. Но знаете, что тема с тем, что есть несколько разных платформ, она тоже вызывает вопросы у участников системы онлайн-образования. Есть запрос на то, чтобы все уроки проходили на одной платформе, чтобы не перемещаться с одной на другую. Сейчас этот вопрос отрабатывается. Президент еще раз сегодня сказал, что прорабатывается вопрос возможности создания отдельной образовательной платформы в Республике Татарстан. Очевидно, тот опыт, который сейчас нарабатывают и Министерство образования, и Минцифры, он ляжет в основу проработки какой-то отдельной платформы, отдельной системы. Если говорить о тех предложениях, которые вносили операторы связи сейчас на встречу с Рустамом Нургалевичем и профильным министерством, могу озвучить три варианта, три обращения, которые поступило. Первое было обращение с просьбой разрешить операторам связи, салонам связи, в которых можно не просто поменять сим-карту, но приобрести гаджет или планшет, это сейчас достаточно востребованный товар, было предложено все-таки разрешить им открыть свои точки. Те точки, которые находятся в торговых центрах, они закрыты, потому что площади торговых центров превышает стоку квадратуру, и, как вы знаете, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, эти объекты ограничены в деятельности. Президент сказал, что вопрос изучит, посмотрит, как сделать так, чтобы и нормы санитарно-эпидемиологические соблюсти, и вместе с тем, понимая, что есть востребованность этих точек для покупки средств связи, тоже обеспечить им работу. Второе предложение, которое прозвучало, это такая, если хотите, демонстрация социальной ответственности, в данном случае операторов связи, они предлагают, есть часть учителей, которые свою работу ведут, пользуясь мобильным интернетом, у них нет проводного домашнего интернета, вот операторы связи выступили с предложением, что они готовы на безвозмездной основе подключить этих учителей к домашнему интернету. Ну и третье предложение, это предусмотреть такой вариант, что если у педагога на балансе недостаточно средств при использовании интернета, разрешите ему все-таки бесплатно пользоваться образовательными платформами для того, чтобы не нарушать образовательный процесс. Руслан Нургалевич всецело поддержал это предложение, более того, сказал, что в последующем предусмотрят, как можно компенсировать операторам связи, если они такой доступ организуют. Продолжение следует...